В России более 10 тысяч пятиэтажек, которые принято называть хрущевками. Первыми, кто задумался об их сносе, стали власти Москвы. Предполагается, что в ближайшие 20 лет в Москве расселят почти 8 тысяч домов, где живут более полутора миллионов человек. А что будет с хрущевками в регионах? Об этом поговорим с Игорем Шпектором, членом Общественной палаты России и Комитета по строительству при президенте. Будут ли сносить хрущевки в городах Сибири? Действительно ли это проще и выгоднее, чем ремонтировать их? Вы знаете, если говорить о сравнении, где нужнее, в Москве или в регионах, то, конечно, важнее в регионах сносить хрущевки. Потому что, если сравнивать северные территории страны, сравнивать вас, живущих в этих районах, то, конечно, дома, которые находятся на севере, они значительно больше подвержены разрушению, нежели дома в Москве. Это перепады температур, это замораживание воды в порах стеновых панелей, потом размораживание, и идет, естественно, разрушение и выхолощивание бетона. Поэтому, как правило, эти дома находятся в более критическом состоянии, нежели в Москве. Но если говорить о капитальном ремонте этих домов, вы знаете, я в свое время пытался сделать капитальный ремонт одного из домов в городе Воркуте. Это карикатура вышла, полная карикатура. Потому что сегодня есть перекрытия междуэтажные, которые просели. Сегодня есть фундаменты, которые не соответствуют. И нужно укреплять ростверки, нужно делать дополнительное бетонирование фундаментов. Ну, я уже не говорю о стеновых панелях наружных. И вообще, условия, в которых живут люди, это маленькие дополнительные услуги, связанные с коридорной системой, с маленькими кухнями. Поэтому капитально ремонтировать совершенно нецелесообразно. Сегодня в Москве, конечно же, стоимость квадратного метра земли очень высокая. И поэтому инвесторы заинтересованы прийти на эту землю, поставить вместо пятиэтажки 25-этажный дом, получить колоссальную выгоду от этого и продавать людям. То есть в этот дом 30% будет заселено из тех, кто жил на этой территории, а остальные будут продаваться. В регионах такой выгоды найти очень сложно. Поэтому, с моей точки зрения, путь единственный – это финансирование из федерального бюджета, если дом произойдется аварийным. Поэтому нужно подразделить вопрос на две части. Сначала это снос аварийных домов, двухэтажных, одноэтажных, трехэтажных, а потом переходить уже к хрущевкам. Но неизбежно мы к этому придем. Мы к этому прийти можем лет через 20. А что делать сегодня? На сегодняшний момент надо снести аварийное жилье, в котором проживание невозможно. Это дома, которые лишены благоустройства, это выгребные ямы, это просившие перекрытия. Но большая часть хрущевок не попадает под аварийное жилье. Может быть, их можно модернизировать, внедрить инновационные приборы учета, или лучше оставить, пусть медленно разрушаются. Есть хрущевки, которые уже признаны аварийными, но их очень немного. Потому что не хотят признавать аварийными из-за отсутствия средств. Но на самом деле, если посмотреть их срок жизни, то они уже свой срок исчерпали. Поэтому в любом случае, к 2025 году мы придем к тому, что их постепенно признают тоже аварийными. Никакие приборы, никакого отношения к этому не имеют. На сегодняшний день делается комиссионное обследование дома. Если он представляет угрозу жизни для человека, то тогда этот дом нужно включать в аварийные дома. Если он не представляет угрозу жизни, но он бесспорно будет признан через ряд лет аварийным домом, то его капитально ремонтировать нецелесообразно. Опыт Калининграда, когда по программе капремонта хрущевку восстановили, практически полностью реконструировали и придали зданию довольно красивый внешний вид. Может быть, пойти по этому пути? Ну, это то, что я говорил. В этом нет смысла хрущевку приводить в какую-то потемкинскую деревню встроить, и покрасить, подмазать. Можно даже сделать ее утепление снаружи, построив каркас. Но, опять-таки, это нецелесообразные затраты. И не говоря уже о том, что, конечно, надо стремиться людям улучшить жизненные условия проживания. Поэтому лучше переждать и в дальнейшем снести, нежели сильно затрачивать такие огромные средства и делать капитальный ремонт. Спасибо о судьбе хрущевок в регионах. Мы говорили с Игорем Шпектором, членом Общественной палаты России и Комитета по строительству при президенте.